Я начну с того, что книга Морен и Бухим – это по определению автора. Значит, мы не можем с этим спорить. Книга энигматическая, то есть книга, в которой что-то зашифровано. Сказать вам, что я понимаю зашифрованное в Морен и Бухим, когда я его перевожу, я не скажу. Я думаю, что я понимаю. Теперь, очень серьезная проблема, перед которой стояла Миша и я сейчас, это перевод загадок. Потому что загадка, она как бы предназначена для того, чтобы ее не поняли. И вот как эти карманы смысловые обозначать, пока непонятно, я над этим ломаю голову. Теперь, есть такая часть в Морен и Бухим. Которую редко кто читает. Это правила изучения Морен и Бухим, написанные самим Рамбам. И пишет он так. Если ты хочешь понять в целом то, что для тебя я здесь приготовил понять. И чтобы не доставало тебе ничего. Сравнивай главы этой книги друг с другом. Здесь отчасти ответ на вопрос о тайнах. Многие пишут, и я слышал это от почтенных профессоров, что Морен и Бухим – это книга, цель которой применить физику и медофизику Аристотеля через посредства арабских ученых, в основном Аль-Фараби, в основном Алицены, Али и Бен Сина. И интегрировать идеи Аристотеля и даже точнее Платона, а еще точнее Платина, которые дошли через арабских переводчиков до Рамбама. Так вот, говорят, что цель этой книги – примирить еврейскую Тору с Аристотелевой физикой и метафизикой. Здесь есть большая проблема. Дело в том, что Арабам много раз раздает похвалы Аристотелю и называет его едва ли не пророком, стоящим чуть ниже библейских пророков еврейских. И люди ошибаются, читая восточную сладкую речь. Они не понимают, что не все, что говорится на Востоке, соответствует действительности. И действительно, Рамбама в второй и третьей части разносит Аристотеля в пух и дребезги. Отчасти потому, что физика Аристотеля не дает никакой связи адекватной с астрономией Птолемея. А астрономия Птолемея к моменту написания книги – это совершенно рабочая теория, по которой мореходы плывут в Америку, по которой караваны идут по пустыне, и трудно отмахнуться от этого. Это рабочая теория, которая не вписывается никоим образом в Аристотелеву физику. Теперь надо сказать, что Аристотелева физика на русский правильно переводить – это естественные науки. Физика – это все, что Аристотель думал о физическом мире или, как пишет Рамбам, подлунном мире. Это, кстати, очень важная вещь. Нам это кажется тоже восточной красотой, украшением текста. А на самом деле Рамбам видел, насколько физический мир отличается от того, который он считает метафизическим. Рамбам главным образом в Морене-Ухим не соглашается с Аристотелем и не интегрирует его в иудаизм. А главным образом в Морене-Ухим борется с ошибочными идеями, получившими распространение в иудаизм. И он пишет удивительную вещь. Он пишет, что человек, который неправильно понимает Бога, он служит идолом. Каждый день он надевает филин, он ест только кошельную пищу. Но разница в том, что в русском доме в красном углу стояли образа, а Рамбам перенес иконы в еврейское сердце. Он говорит, вы молитесь, а в сердце у вас идол. Почему? Если вы думаете, что Бог имеет руку или ногу, значит, надо понять такую вещь. Все знают 13 принципов веры Рамбама. Но мало кто знает, что есть три принципа, которые Рамбам считает главными. Это вера в Бога, вера в его единство и вера в его бестелесность. Три вещи, всего три вещи. Теперь, здесь я должен оговориться, что это не вера, а это от корня акид, то есть быть уверенным. Рамбам везде пишет о уверенности. Он нигде не пишет амана, он нигде не пишет вера. Он пишет акид в комментарии на Мишну, он пишет акид в Муренову Хин, и он пишет в еврейском своем единственном произведении Мишне Тора, он пишет лейда знать, что есть один, который создает всех остальных. Он даже не называет его Богом. И это не случайно. Дело в том, что Рамбам, насколько я знаю, первую еврейскую философию ввел понятие ацмут. Ацмут или аксмус – это Бог без одежды. Бог без одежды абсолютно непознаваем, абсолютно неподвижен, не вступает ни в какие отношения ни с людьми, ни с миром, ни даже с высокими мирами небесных существ. Он существует как ацмут, только он. Он изолирован от всего. И, собственно говоря, вся красота, которую мы наблюдаем, она происходит в таком волшебном пузыре, который ацмут сделал внутри себя. Позднее эта тема будет сильно разработана в хасидизме, но уже у Рамбама его рассуждения про ацмут и магут, то есть про сущность и, извините за выражение, каковость. Каковость, таковость – это неприятные слова на русском, штойность, но иначе это не переведешь. Дело в том, что если вы зададите вопрос, мужчина ли Бог, понятно, что это нелепый вопрос, понятно, что у него нет гендера. Вы спросите, Бог зеленый или красный, Рамбам встрепенется и скажет, нет, 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 у него нет свойств. У него есть только характеристики, которые связаны с его действием. Вот он, например, посылает гром и молнии, он, например, выбрал еврейский народ. И это единственное, что мы можем о нем сказать. Более того, Тора – это и есть Бог. Рамбам не раз повторяет, что Бог – это книга. И суть этого состоит в том, что богопознание у евреев, в отличие от других народов, богопознание происходит через книгу. Богопознание возможно только через изучение текста. И вот Рамбам дает рекомендации, как понимать. Он говорит, во-первых, сравнивать главу с главой. Почему это важно? Есть главы, в которых он воспевает мудрость Эристотеля. И есть главы, где он называет его учением мерзости. Значит, никто вместо читателя не сравнит эти главы и не поймет, что это означает, что имел в виду Рамбам. Я не думаю, что мы понимаем, что имел в виду Рамбам. Но первый совет, который он дает, это сравнивать главу. Обращать внимание на текст в главе, который не связан с содержанием главы. Например, во второй части, 30 глава, вся посвящена сотворению мира, человека, райскому саду, первым главам Дрешит. И вдруг там есть две фразы, которые к этому не имеют вообще никакого отношения. И вы не можете идти дальше, пока вы не разберетесь, какую связь имеет то, что Рамбам говорит, например, о древе познания добра и зла с историей райского сада. Пока вы не поняли, почему эти фразы вскочили внутрь текста, вы находитесь в ней, обращать внимание на выражения, которые вызывают трудности. Я сейчас готовлю книгу, которой мне нужен соавтор. Это словарь философских терминов Рамбама в арабском языке. Я, в принципе, составил словарь, я занимаюсь корпусной лингвистикой, я просто проанализировал все тексты Рамбама, изъял из них все ключевые слова и все ключевые выражения. Вот я хочу когда-нибудь написать эту книгу. Понятно, что пока этим не пахнет, потому что даже издание второй и третьей части Мурайна Лухим тормозится, потому что это слишком большие деньги. Я понимаю, что для книжников этот огромный объем может оказаться неподъемным. Дело в том, что если вторая часть еще как первая примерно по объему, то третья часть раза в три больше. Третья часть просто огромная. Мы сейчас еще пройдем по принципам, которые Рамбам называет. Рамбам просит у учителя, читателя или переводчика, не затягивай меня в свои идиотские выдумки. Это, если кто помнит, когда был жив любальческий Рэбе, был такой термин «пшетлах». В «пшетлах» это было так. Рэбе говорит что-то очень понятное. Допустим, все собрались и поехали в Южную Апию. Или все вышли в Бронксе на улице и надевают филинг. И появляется такой Оверхохен, слишком мудрый. И он говорит, нет, Дерпшат Рэбе имел в виду не Южную Африку, а он имел в виду Юг в Кабале означает то-то. И поэтому он так сказал. Так вот, Рамбам умоляет, не надо пшетлах. Не надо давать моим словам ваши комментарии. От этого очень трудно удержаться, потому что текст, как я сказал, энигматический. И я в свое время обсуждал этот вопрос с Мишей Шнайдером, покойным. И он сказал, что он иногда просто целые ночи не спал из-за того, что его тянуло сделать определенный комментарий. Кто читал его перевод Марына Ухима, находил там вставки в комментариях. Я, кстати говоря, рекомендую всем такое упражнение. Во-первых, если первый том Марына Ухима у вас есть и он доступен, возьмите его, прочитайте. Потому что я не собираюсь его проходить подробно. Я собираюсь дать ему структурный анализ и перейти ко второму тому. Поэтому вам будет важно. Так вот, поищите. Миша Шнайдер в молодости был хабадником, потом нет. И это отразилось на его комментариях к Марыне Ухима. Он прямо, конечно, не в тексте, но в комментариях он вставляет идеи хабада. И меня всякий раз это коробило. И я задал вопрос в свое время Миши Хорицу, как он к этому относится. И Миша сказал, что это неизбежность, потому что каждый из нас читает текст со своей башенкой. Башенки у нас невысокие, но читаем мы каждый по-своему. Пишет Рамбан так. Я заклинаю вас Всевышним Богом. Редкое выражение. Не редкое для арабского, но редкое для евритов. Я заклинаю вас Всевышним Богом. Не толкуйте в этой книге даже одно слово. Я здесь хочу вам напомнить, что Рамбан блестяще знал Куран. Скорее всего, он был хафизом. То есть, скорее всего, есть причины думать, что он знал Куран наизусть. Куран книжка небольшая. И довольно много людей сейчас, которые знают его наизусть. Я никогда такого усилия не делал. Но мне совершенно понятно, что если бы я хотел, я бы это мог сделать. Так вот, о Куране сказано, что тот, кто его толкует, совершает грех. И это отпечаток старого еврейского выражения, которое, как и многие другие, пришли к арабам через евреев аравийской пустыни, евреев хиджаза. Значит, пословица это говорит. Тот, кто переводит Тору дословно, лжет, а тот, кто ее комментирует, богохульски. Вот так написано в Толуне. И Рамбан заклинает Аллахом Всевышним, своих читателей, не толковать даже одно слово. Но как можно понять книгу, если не толковать даже одно слово? И пусть ничего от меня не объясняет другим. Только то, что написано в моих словах ясно. Потому что предшествовали мне мудрецы нашей Торы, знаменитые. А то, что поймет читатель и несказанное имя, то я запрещаю говорить от моего имени. Вот такое строгое заклинание. И я не помню... Нет, есть еще одно место у Рамбана, по-моему, где он заклинает Всевышним Аллахом. Но можно понять, насколько он боялся вот этого толковательного зуда, вот этого шетлах, которые ждали его текст после книги, после того, как она разойдется. Но пусть смотрит на каждое слово, которое пришло ему в руки. И если оно насытит его жажду в каком-нибудь из вопросов, из того, что ему трудно понять, пусть благодарит Всевышнего и удовлетворит цель. Значит, это немножко подготовка к тому, что будет сказано в конце. В конце Рамбан говорит вещь, которая будет трудна нашему брату-переводчику. Я в свое время, когда получал за Человека года за Рашик, который, в принципе, надо было бы, конечно, присудить Шаи Гисера, но почему-то организаторы решили, что я ответственен за этот проект, и мне присудили 300 человеку года. И я объяснил на этом мероприятии в Кремлевском городце у Севдов, что переводчик переводит не с языка на язык, а переводит древние тексты через пропасть времени. Дело в том, что действительно мы очень мало понимаем мир Рамбана. Мы знаем, что его окружали арабы под сильным влиянием Аристотеля. Но я думаю, и имею основание думать, что Рамбан находился под гораздо менее сильным влиянием Аристотеля, чем водится говорить. Он пишет, с Аристотелем я соглашусь с каждым словом, которое он докажет. Ну, в принципе, в этой фразе можно Аристотеля звонить на что угодно, хоть на холодильник. Я соглашусь с Дмитрием Бекером, во всяком слове, которое он скажет. Дмитрий Бекер стал у нас Аристотелем. Вторая вещь, которую проглатывают при чтении Морены Лухин, это глубочайшая обязанность Рамбана еврейскому канону. Рамбан многократно подчеркивает, вообще это интересная тема, утверждает, что Морены Лухин начинался со второго тома. А первый том был дописан к нему как предисловие. Мне это кажется очень разумным, мы пробежимся по первому тому, чтобы подготовиться ко второму. Но я хочу вам сказать, что это очень похоже на правду. Первый том похож на, и сейчас выйдут в книжниках, моя книжка «Предисловие Рамбана». Я всем рекомендую ее купить. Эта книжка небольшая, я думаю, она будет стоить недорого. Там, к сожалению, меньше предисловий, чем я бы хотел, даже меньше, чем я перевел, но хозяин-барин, книжники решили, что это выйдет в таком сокращенном виде. Значит, и вы увидите, когда почитаете «Предисловие Рамбама», я говорю о чем. Есть два жанра в средневековой арабоязычной и, кстати говоря, латиноязычной, тоже литературе. Это письмо ученику, которое может быть толстенной книгой. И так мы видим в начале «Моряна Рухи», мы видим посвящение ученику. И сейчас мы увидим в конце этих правил чтения, мы увидим, что Рамбам сознательно пишет книгу для одного человека. Второй жанр, который тоже очень был распространен, это «Предисловие» или «Мукадамат». Идея «Мукадамат» очень интересная. Никто ведь не обладал ни тогда, ни сейчас не обладает универсальными знаниями Рамбама. Поэтому, переходя ко всякой новой теме, Рамбам писал к ней предисловие. Например, предисловие к Мишне Авод – это знаменитые восемь глав у еврейской души, у души вообще. И, допустим, предисловие к Взраим – это история устной поры. Каждое предисловие имеет свой цель. Рамбам пишет, я знаю, первое, что всякий человек, который начинает изучение, и что-то скрыто от его глаз, излечет пользу из части главы этой книги. То есть мы сталкиваемся с модулярностью еврейской. Я сегодня объяснял одному человеку, что если он курит в субботу, это не значит, что он не может или не должен делать ты лучше. Вот эта еврейская модулярность, когда нужно все, но спасибо за что-нибудь. Вот эта модулярность, она и здесь. Рамбам говорит, тот, кто не поймет мою книгу, извлечет пользу из некоторых его глав. Это первое. Второе. А самые совершенные из людей, верящие в Тору, но находящиеся в состоянии вот этого самого «Аль-Митхайер», то, что называется «Далалат ал-Хайерин», мы должны были бы называть «Море-Навухим» иначе. Мы должны были бы говорить «Море-Ганы-Вухим». Теперь в отношении «Море-Навухим» мы в прошлый раз сказали, что это не люди, которые запутались в права Тора или не права Тора. Вот Рамбам пишет, что это люди, которые верят в Тору, но при этом они вошли в ступор. Что это за ступор? Это типа дзенских куанов. Человеку говорится, например, может ли Бог поднять камень, который он не может поднять. И прочие вещи с этой стороны. А решаются эти все парадоксы, они решаются методом отмена. Я сейчас объясню это, а я надеюсь, вам не будет скучно. Значит, Ракшмой Левитин был очень строгий преподаватель в Мишире Томхайкми и Мгнею. И когда-то зашел ученик с опозданием. И Ракшмой говорит ему, ну, послушаем твои оправдания. Мальчик был блестящим. И он сказал, оправдания бывают двух видов. Первое – это оправдание по сути. Второе – это отрицание сути. Я могу сказать вам, ребят, что автобус задержался и поэтому я опоздал. А я могу сказать вам, ребят, что ваши часы спешат и я вовсе не опоздал. Многие энигмы, многие загадки у Рамбама решаются таким путем. То есть человек, который запутался в парадоксах Зенона, в изложении Аристотеля или в другом изложении. И при этом он верит в то. Что значит верит в то? Он верит, что абсолютно все написанное в Торе – это истина. И при этом, ну, говорят, знаешь, движение вращательное. Это то, о чем мы будем читать в следующих главах Мореля Ульхи. Вращательное движение, оно не требует толчка. Оно не требует усилия. Все, что вращается равномерно, вращается вечно. Опа! Появилось слово «вечно». А как слово «вечно» коррелируется с Торой? В Торе написано «берешит» – «барай лакибет и шамай ветан». Допустим, в переводе Рамбама это значит «в начале Всевышний создал верхнее и нижнее». Или «высшее и низшее». В любом случае нам не убежать от того, что в начале было начало. Вот Рамбам делает здесь удивительный фильм. Он говорит, минутку, давайте предположим, что мир существовал вечно. Отменяет ли это Бога и Тору? И доказывает блестяще, что как в случае с вечным миром, как и в случае с сотворенным миром, никуда вы не убежите от первопричины. А первопричина – это от смут, это сущность Бога. И третья группа, о которой он говорит. Люди, у которых мозг перепутан и взгляды их фальшивы. Значит, первые были такие наивные ребята, которым не очень понятно может быть фильм. Но Рамбам говорит все равно, а из нескольких глав они вынесут пользу. И действительно мы видим, что есть главы более понятные и менее понятные. Словно Рамбам писал главы для разных людей. Вообще это ощущение не оставляет, по крайней мере, до конца первой части. Пройдемся по первой части. Сколько у нас еще времени будет? Ракшмоев, сколько у нас времени? Мы закончили? Алло, алло. Кто-нибудь меня слышит? Помашите мне рукой. Хорошо слышно. Замечательно. Юрмалу слышу. А скажите, пожалуйста, когда урок кончается? Это вопрос к Кириллу. Кирилл? Кирилл? У нас есть еще 25 минут точно. Это просто замечательно. Поехали. Значит, третья группа, которую выделяет Рамбам. Еще раз. Среди своих читателей он выделяет простачков. Эти простачки поймут кое-что из некоторых глав. И он считает, что есть смысл, чтобы они читали. Здесь немножко как будем противоречить себе. Он же пишет в конце главы этой, что он пишет для одного человека. Но мы же не требуем от Рамбама, чтобы он был не противоречив. Рамбам весь противоречит. И в этой противоречивости мы находим плодотворность. Рамбам заставляет нас не долбить текст, а учить, понимать идеи. Так вот, третья группа, которую он называет, это люди с перемешанным мозгом. Это люди с ложными взглядами и с ложным поведением. Что тут имеется в виду? У человека есть взгляды. Например, он верит в Тору или не верит в Тору. Имеется в виду, верит в богоданность и неизменность Торы. И он считает, что эта книга написана людьми. А есть у человека его поведенческая практика. Например, руководится ли он в своем поведении Торой? Так Рамбам говорит, что это люди, которые у них перемешанные мозги. У них неправильные взгляды обманные. И пути их тоже фальшивы. И они считают, что они великие ученые. И они утверждают, что они исследователи. Теперь я заранее говорю. Изучая Рамбама, я не буду вам говорить, с кем он полемизирует. Очень часто бывает у него полемика то с гностиками, то с суфьями. Очень часто у него бывает полемика с Мутакалимун, с исламскими философами. Мы не будем вдаваться в эти подробности, потому что он всех радостно победил и вышел в финал. Каким образом он побеждал эти старые заблуждения, это второй вопрос. Еще сегодня есть места, где можно найти Мутакалимун живых и целостных, но мы их не будем искать. Так вот, он говорит, что такие люди, они, пожалуй, будут испытывать отвращение от многих глав. Многие главы вызовут у них просто отвращение. Почему? И будут главы, которые им очень трудны, потому что они не смогут понять их сути. Это еще один вопрос. Когда ты читаешь Каурен и Лухин, надо быть очень осторожным. Эта книга написана не для среднего ума. И выводы, которые мы можем сделать по дороге, могут оказаться не просто неправильными, могут оказаться разрушительными для нашего пути. Говорит Рамбам. И Аллах Всевышний знает, что я ни на минуту не переставал волноваться. Очень-очень волновался, когда писал эти слова. Потому что я хотел эту книгу написать. Потому что это скрытые слова, о которых прежде в нашей религии не было ни слова сказано. Это очень интересно. Рамбам утверждает, что вся теология, которую он излагает, он излагает определенную теологию. Есть кто-то, кто скажет, что это теология неоплатонизма. Я считаю, что это его акторская, безусловно, оригинальная теология. Так вот, он говорит, что я ни на минуту не переставал бояться. Потому что книги такого рода были прерваны у нас. Традиция была прервана изгнанием. Рамбам часто пишет об изгнании. Рамбам, надо помнить, что он был до ним всю жизнь. Его в детстве преследовали, мы вошли до, эти единобожники из Атласских гор, которые завоевали Испанию. Потом он жил в исламских странах. Это тоже была непростая задача. И есть мнение, которое я не поддерживаю, но есть о нем интересные тексты. Кто захочет, найдет. Это возможность, что Рамбам и его семья приняли ислама. Потому что Рамбам сам пишет, что христианство – это смертельный грех. Ислам можно принять и можно молиться в мучете. На основании этих слов я не делаю вывода, что он так поступил. Есть очень грязный донос на него. История у этого доноса тоже грязная, где говорится о том, что он был мусульманином и нанял убийцу для того, чтобы тот убил человека, который знал его мусульманином. Это большой грех, который мусульманин оставляет ислам. Он к тому моменту уже был Раис Алиагуд, был глава всех евреев Ближнего Востока. И он боялся, что это всплывет перед Кадией. Вот такая версия. Ее очень часто можно встретить в академических сочинениях. Я по многим причинам в этом не верю. Если кому-то интересно, можно будет это когда-то обсудить. Но это отдельная тема. Вот он говорит, я писал эту книгу и весь дрожал. Потому что об этих скрытых вещах никогда еще не писали во время нашего голубя, во время нашего изгнания. А те книги, которые дошли до наших рук, кстати говоря, это серьезная очень проблема, Рамбан и Зогар. Есть целая книга такая, которую я рекомендую всем интересующимся, называется Зогар и Рамбан. Это книга серьезного раввина, я не помню сейчас о своем имени, из Израиля, который доказывает, что Рамбан видел книгу Зогар и разбросал несколько цитат из нее в своих книгах. Надо сказать, что это вообще проблема с Рамбаном, вот эта атрибутика. Рамбан, например, скорее всего, видел комментарий Раши Натой. Это было раньше, во время Рамбана этот комментарий был уже распространен. И в тех местах, где Рамбан учился, в тех местах, где Рамбан жил, этот комментарий был. Тем не менее, Рамбан напрямую никогда не упоминает Раши. И это большой важный вопрос, почему он не делает это. И у меня есть гадкое объяснение. Я думаю, если вы обратитесь к... Есть такие крайние рамбамисты, еленские евреи. Это потомки Дональихи Капаха и их круг людей. Вы можете найти раввина по фамилии Дахуор. И этот раввин, он пишет о Раши страшные вещи. Что Раши – это глава всех антропоморфистов. И может быть, то, что Рамбан отстранился от Раши. Отстранился, хотя он должен был его видеть. Есть такая книга, она называется «Рамбан в доме учения...» Раши в доме учения Рамбана. И там обсуждается вопрос, видим ли мы следы у учеников Рамбана. Например, у сына Рамбана, Раби Авраама, есть очень четкие отсылы к Раши. И у сверстника Рамбана, который написал перевод еврейских терминов в Мишле Турана Арабский, Аль-Муршид. В этом Аль-Муршиде тоже есть цитаты из Раши. Это время Рамбана и школа Рамбана. По какой-то причине он не приводит Рамбан. Но вот что он говорит. Он говорит так. Поэтому я опираюсь на два предисловия. Мы уже знаем, что предисловие так Рамбан называет «введение в какую-то науку». И здесь он так называет слова мудрецов. Он говорит, что это Зихрам-ли-Врахам. Когда он пишет в арабском тексте «Аль-Хахамин Зихранам-ли-Врахам», это всегда еврейские мудрецы. Когда он пишет «Хахамин», это могут быть мудрецы народа мира. Вот он ссылается на мудрецов мира и говорит такую страшную вещь. В Таилин в 119-м псалме написано «Этла Асотла Ашэна Этера Таратеха». Время действовать ради Всевышнего нарушили твою тонну. Но дело в том, что Этера Таратеха можно перевести еще иначе. Можно перевести это как императив. Время действовать ради Всевышнего нарушайте его тонну. И так многократно говорили учителя, допустим, немецкого пиетизма, хасидизма. Они говорили «Время, время пришло, надо что-то менять в аудаизме». И Рамбам опирается на эти слова мудрецов. И второе он приводит «И все твои действия пусть будут ради небес». То есть о чем он говорит? Он говорит так. Откуда я взял наглость вообще писать о тайнах Торы? Откуда я взял наглость вынести все это на общее обозрение? Дело в том, что время такое пришло, когда многие люди верные Торы оказались заперты парадоксами современной иммун-культуры. То есть представьте себе, что человек живет в вареной ночи, ходит в синагогу по субботу, соблюдает Тору, но он по профессии библиотекарь в Ленинке. И целый его день проходит за томами литературы, которая, мягко говоря, не имеет никакого отношения к Торе. Такого человека, прошу прощения, у нас на улице что-то объявляют, значит, такой человек, он живет в постоянном когнитивном диссонансе. Или, например, жена Лебавичского Рэбер, которая работала в библиотеке Американского Конгресса и занималась русским фондом. И вот представьте себе, что дома у вас Лебавичский Рэбер, а на работе у вас Булгаков и, не знаю, кого еще назвать, и Зощенко. Это когнитивный диссонанс и для этих людей написана книга. И почему она написана? Рамбам говорит, я опираюсь на две вещи. Первое, пришло время. Пришло время, даже если это запрещено Торой, даже если я публично раскрываю какие-то тайны, которые Тора не хотела раскрывать, я все равно их раскрою, потому что время такое пришло, иначе мы потеряем много людей. И второе, что он говорит, он говорит, если твои дела не направлены на выгоду, не направлены на получение каких-то титулов, мы еще почитаем с вами, как Рамбам объясняет в другой книге, как люди учатся. Это очень важно, потому что у нас есть много иллюзий. Мы проводящие, я говорю о себе, люди, которые проводят по 18 часов в сутки за книгами, допустим, я книги бумажные не могу читать, но у меня на экране всегда текст. И такой человек по Рамбаму мало чем отличается от того, который забежал на минуту в библиотеку и отарабанил что-нибудь там из книжки, которую случайно взял. Мало разницы. Для Рамбама мало разницы. Теперь это мы сказали, что он говорит, что он опирался на слова мудрецу. И это очень важная вещь. Недавно такой популярный блогер Хайм Наймор написал, на мой взгляд, блестящий пост о Ханнике. Он перечисляет там 6 или 7 вариантов то, что празднует в Ханнике. И все эти варианты беспомощные, исторически беспомощные. Кстати, всех вас с праздником Ханнике и желаю вам всем найти ответ, что вы в этот день празднили. Я расскажу, это не имеет отношения к Рамбаму, но это имеет отношение к невежеству, о котором мы пишем. Один израильский министр, ныне уже в отстатке, был в гостях в Греции. И во время торжественного приема рассказал, как евреи разбили греков. И греческая сторона была совершенно от шоку, потому что ничего такого их история не рассказывает. Поэтому я очень рекомендую разобраться с Ханникой, как пишет Рамбам, чтобы не были пути ваших фальшивами и чтобы не были ваши взгляды ложными, потому что можно зажигать свечи и абсолютно не понимать, что празднует. Потому что этот праздник посвящен победе, например, над культом тела, над физкультурой, над Олимпийскими играми. А кто из вас не смотрит Олимпийские игры? И кто победил? Кто кого победил? Или сказать страшную вещь, что ортодоксы победили всех остальных? Вы хотите такую победу? Никто ее не хочет. Это страшная победа. Или сказать, что был горшочек, который 8 дней не кончалось масло. Дело в том, что это уже есть в Танаке. Этот горшочек появляется у пророка Элиши. Так что это вообще не новая идея. И кроме того, она не подтверждена пророка. Вот Рамбам говорит следующее. Цель моя и путь мой состояли в том, чтобы один совершенный человек понял эти книги и не поняли их десятки тысяч невежды. я всегда выберу этого человека и остальных ну как сказать остальных переброшу через бедро. Остальные мне не важны. Мы знаем этого человека. Он назван в предыдущей главе. марокканский еврей, который сначала очаровал Рамбама своими стихами. Рамбам сказал, может быть, его стихи. Кто там какой красавец? Кто пришел с морозом? Рава Александрова, не отвлекайтесь. Хорошо. Не отвлекайтесь. Знаешь, есть такой анекдот. Дедушка, не отвлекайтесь. Сейчас я переключу на следующую главу. Это у меня берет время. Нет, я люблю на самом деле, когда приходят дети. Это дает другой вкус всему. Сейчас, секундочку, я хочу взять другую главу Рамбама, чтобы арабский пив был перед давно. Главка небольшая, которая посвящена противоречию. У нее есть предисловие. Он говорит так. Причины противоречия находящихся в этой книге или между книгами, или между сочинениями, которые я цитирую, они имеют семь причин. Не то, что каждая противоречия имеет семь причин, а каждая из противоречий имеет одну из семи причин. Это важно. Первая причина это то, что я собирал высказывания разных людей и разные мнения. Вот вам пожалуйста ответ про Аристотеля. то, что Рамбам обильно цитирует Фарраби не означает, что он соглашается с Аристотелем. Он Аристотеля критикует точно так же, как всех остальных, потому что сердце его не может успокоиться на философии Аристотеля. Сердце его требует другого, требует соответствия готовить. Вторая причина бывает и такое, что было у меня определенное мнение что было у мудрецов что было у меня некоторое мнение. Я его изложил, а потом у меня появилось другое мнение. И я излагаю второе. Казалось бы, про редактора ты слышал Амбам? Амбам не слышал про редактора. Он считает, что мысли автора имеют ценность, даже если он их прошел, он перешел уже к другому уровню. И это очень похоже на то, что в исламе мансух. В исламе есть такая вещь, что вот Аллах Всевышний даровал Коран, но некоторые стихи он потом отменил. Есть список этих стихов. Вот Амбам говорит, я хочу, все пусть будет в этой книге, даже то, что я отменяю. Это, кстати говоря, очень старая еврейская традиция. вы обращали внимание, в Талмуде много раз бывает, что есть мнение, которое отвержено. Например, история с Раде Элизером и всеми доказательствами, которые он приводил в Бавнице. Так зачем приводится его мнение, если в конце концов оно опровергивается? Потому что любое мнение, высказанное мудрецом в древности, может быть плодотворно для Радина сегодня. Он может взять это высказывание и сказать, это верно, что с ним не соглашаются мудрецы, но я приведу вам доказательства того, что это правильное высказывание. Есть такое даже в суде еврейском правиле, что если тебя судят по какому, понятно, всегда судят по какой-то статье Шулхана Руха. Если тебя судят, а ты приводишь, ты сам говоришь, нет, в моем случае я прошу применить исключение, мнение единицы, мнение, которое отвергнуто, и суд обязан рассмотреть это мнение, которое ты приводишь, просто потому, что оно осталось. Третья причина, вот это самое, пожалуй, важное, это называется загер по-арабски, загер это внешний, поверхностный, вы все знаете, наверное, есть в русском и выдаши и в иврите есть выражение о человеке, которого они сильно ценят, который не очень искренний еврей, о нем говорят, что он внешний, это жуткое высказывание, он внешний, он внешний, это внешнее, ты видишь на нем тфелин, это внешнее, ты слышишь его морить, на самом деле у него там черти хороводят, так вот рамбам говори, когда тебе кажется, что у меня есть противоречия в тексте, имей ввиду, что ты загер, ты посторонний, ты поверхностный, а нужен батен, батен это значит глубокий внутренний, рассмотри меня глубже, это была третья причина, четвертая причина это есть определенные места, которые требуют углубленного толкования и в этих местах говорит рамбам я толкую более подробно тех, чем в других и этими местами надо руководить с Турцией. Пятая причина, мы сейчас закончим эти семь и я вас отпущу, если нет вопросов. Пятая причина, какая прелесть, рамбам говорит седьмая пятая причина это то, что надо учиться и понимать то, что ты сидишь над книгой и еще ее не понимаешь это не только проблема автора книги, который уже ушел в истинный мир, это твоя проблема, ты должен вложиться в эту книгу, ты должен понять ее и объяснение очень простое, ты просто не инвестировал в эту книгу достаточно времени и усилий. Седьмая причина, шестая причина это скрытое противоречие. Иногда рамбам оставляет нам ловушки, которую невозможно не заметить. например, он говорит, один человек разумный в своих глазах, то есть придурок, один человек разумный в своих глазах написал мне большое письмо по поводу начала Торы. И он говорит, как это так, что за нарушение заповедей съели люди запретный плод, это вот здесь, в Моренове письмо, значит, они съели запретный плод, а Всевышний за это наказал их тем, что дал им умение различать доброизводство. Говорит этот человек умный в своих глазах, кто бы дал мне такую возможность, объясняет ему рамбам, что здесь есть ловушка логическая. Дело в том, что до греха человек умел различать правду и ложь. А тот, кто различает хорошее и плохое, уже не различает правду и ложь. Нельзя сказать, что Таня на седьмом месяце беременности и это хорошо. Это факт. Это факт. То, что такой Таравин не читал Морел и Лухин, это не хорошо и неплохо. Это факт. Это Адам до греха. А после греха Адам говорит беременность это хорошо, прочитать Морел и Лухин это хорошо, а не читать это плохо. То есть у нас одна способность была заменена другой. И вопрос состоит в том, какая ситуация предпочтительная. И Рамбам оставляет тебе и мне эту загадку. Дальше это была шестая причина. Седьмая причина случается, что рассуждение идет об очень глубоких материях. И здесь надо понять, что если допустим Раши с легкостью описывает Всевышнего, говорит, ну, рука это не рука, нога это не нога, глаз это не глаз, а глаз это всезнание Всевышнего, а там нога еще что-то, а рука еще что-то. Рамбам в ужасе коричи, Боже мой, какая рука, какая нога, ему очень трудно описать Всевышнего. Дело в том, что он находится в среде исламских философов, которые ломают копия уже не один век о том, что можно сказать о Всевышнем Аллахе. И скорее всего о нем ничего нельзя сказать. Скорее всего характеристики его, как Рамбам утверждает, они все характеристики действия. Ну, вот, например, он дал нам то. Это факт. Допустим, какой он таким образом можно его охватить человеческим сознанием, мы не знаем. Он абсолютно вещь в себе, абсолютно сокрыт. Так, еще Рамбам говорит, что есть у него противоречия в книге, мы будем их видеть, которые, собственно говоря, противоречия на Райты и Мишни. И вводит нам правило, как это делается, как комментарий, какой предпочтительен. И, наконец, все противоречия, которые находятся в Талмуде, относятся к первой и второй причине. То есть, не вздумай, когда ты находишь противоречия в Талмуде, не вздумай его комментировать, как тебе придет в голову. Есть совершенно строгие правила вынесения договора и приговора из законов Тори. Ты знаешь, как часто мудрецы говорили написано так, а другой говорит так. И сами мудрецы часто называют противоречия. Например, они говорят «Шломо, не доехал в дворах сутрим еврея виха, но не сутрим заедзе». То есть, он говорит, царю «Шломо», говорят мудрецы, «мало того, что ты говоришь слова, противоречащие твоему отцу». Кто наш отец? Соломон Давыдович у нас. А что написал Давид? Давид написал псалмы. Вот мы находим в Шломо много противоречий с псалмами. Мудрецы прямо кричат на Шломо. В тракте Шаббар приводит Рамбам «Шломо, лода ехаши двореха сутрим еврея виха эла шаген сутрим зэдзэ». Мало тебе, что ты опровергаешь слова своего отца, ты еще пишешь слова, которые опровергают друг друга. И действительно главная претензия к книгам Когелет и Мишлей, не говоря уже про Шина-Ширин, что автор забывается в экстазе и несет, мягко говоря, кургу. Но надо помнить, что дискуссия о книгах Шломо закончилась в пользу книг Шломо, что Раби Акива сказала, «Хотели запретить Широ-Ширин». И тогда Раби Акива сказал, если все писания святы, то «Широ-Ширин кодыш кадаши». То «Песня-Песня» это святая-святая. И все три книги остались в каноне, хотя их хотели запретить. И здесь Рамбам говорит как бы немножко не в своем стиле. Он ссылается, типа «Если Шломо можно было, то и мне можно». Он устанавливает твердые правила установления истины в разных разногласиях. Например, если противоречия ты находишь в разных книгах, упомянутых здесь, не являющихся ни Торой, ни пророческими книгами, ни писаниями, не даже Талмудом, то противоречия в них могут не иметь никакого значения. Рамбам формулирует «Энмак шиндагадо». Если это хорошо перевести на русский, будет Рамбам говорить «После анекдота не задают уточняющих вопросов». Он пишет, что не задают уточняющие вопросы на Агадо. Это немножко такое легкомысленное отношение кагаде. Понятно, что у Рамбама были проблемы с Агадой. Он реально мучился проблемами с Агадой. Собирался писать книги у Агадо Тхазара. Но вот здесь он говорит, что пропускайте это мимо ушей. Да. Он предлагает каждому читателю это конец главы. Он предлагает каждому читателю составлять словами. Дело в том, что Рамбам очень последовательный в терминологии. Его терминология это философская терминология арабов средневековья. Единственное, что она записана еврейскими буквами. Вот Рамбам призывает читателя всякий раз, когда Мураневуфин предлагает ему термин, это всегда заметно. Например, где-то 45 первых глав первой части это словать такой. И надо понять, почему каждое слово здесь приведено, что мешало Рамбаму. Есть замечательная книга, которую я рекомендую всем, кто любит Раши. Есть на английском пятитомник, называется «От Багра Раши». Что беспокоит Раши? Дело в том, что мы его читаем подряд, вот как Рэбе сказал, мы его читаем каждый день. А Раши всякий раз, когда он что-то комментирует, надо понять, почему он прицепился, что ему не нравится в этом стихе. Так вот, то же самое с Рамбамом. Надо учить его с бумажкой и ручкой. Я сейчас очень сожалею, что когда я учил Мурен Верхин 20 лет назад, я не положил рядом с собой блокнот. Это было бы очень кстати для таких слов, как джасм, как джасмия, то есть сомнизация Всевышнего, уподавление Всевышнего тела. Мы знаем, что за это Рамбам получил от Райведа. На этом мы закончили сегодняшний урок. Если кто-то хочет задать вопрос, в том числе в чате, я не вижу чат, не могу прочитать чат, прочитайте, там есть два вопроса, кто доброволец будет прочитать. Там нет вопросов, там есть просто выложили ПДФ книги первого тома, я ответил спасибо. А второго нет. Рав Александр, два вопроса. Один, который меня просили еще с прошлого урока, но я сначала задам свой. Вы говорите, что у нас есть 13 принципов еврейской веры по Рамбаму, но я много раз слышал, что это вообще к нему никак не относится. И то, что вы говорите, там написано не верить, а знать. Знать Бога, знать Его единство, знать Его бестелесность, вы назвали только три. Это как-то связано? Дело в том, что я думаю, что у тебя получилась путаница. Дело в том, что есть разные Адир Бамароу, Мадону Лам, которые перепевают 13 принципов веры. Сами же 13 принципов веры находятся в совершенно определенном месте в комментарии Рамбама на Мишну трактат веры, я скажу секунду, пергхелек, 10 или 11 глава Сангедрен, дело в том, что там разные, разная нумерация глав в Мишне и в Талмуде, значит, это 9 или 10 глава, на нее есть комментарий Рамбама огромный, и в нем есть 13 принципов веры, которые он называет на самом деле 13 принципов иудаизма. Само слово вера вызывает у него большие затруднения, он нигде не пишет аммана. И это очень трудно понять, потому что в исламе современном нему была эта обычная вещь ягу амминун внимайте вы, которые уверовали. И те, которые не уверовали, допустим мы убедились в чем-то, то это уже кофируны, это уже кофиры, это уже отрицатели веры. И вот Рамбам очень мужественно выставляет там еврейскую веру как опирающуюся на рациональные вещи. И он пытается там доказать. На самом деле, как тебе сказать, я не очень уверен, что это доказательство в нынешнем смысле слова, но меня, например, поражает доказательство того, что есть грядущая жизнь. Он говорит, тот, кто всю жизнь занимается бессмертным, его душа не может умереть. Куда она делится? Она тоже часть бессмертной. И отсюда он выводит бессмертие души. Как ты знаешь, в Торе нету оснований для этого принципа. Нет ни одного стиха, который прямо говорил о жизни просто смерти. Единственное, что есть у нас, у нас есть история с городами и убежищем, из которой вроде бы следует, что есть будущее, есть будущее жизни. Второй вопрос, который ты хотел задать? Второй вопрос, который был с прошлого урока, человек спросил отношение Рамбама к алкоголизму и к алкоголю вообще, а потом к алкоголизму. Никогда не встречал, никогда не встречал. На вскидку могу сказать, что вряд ли он пил, потому что жизнь в мусульманской стране в Средние века совершенно исключает возможность пьяности, совершенно исключает. При этом, конечно, он делал кедуш на вину. Конечно, какие-то элементы употребления алкоголя были, но, насколько я помню, он никогда об этом не пишет. Ему есть чудесное высказывание Раваштин-Зайца. Ему когда-то спросили, почему внешне есть раздел женщины и нет раздела деньги. Он сказал, потому что женщины это тема, а деньги это не тема. Так вот, ответ такой, у Рамбама алкоголь это не тема. При этом я могу сказать, что были отдельные случаи, вот не так давно мне прислали роспись какой-то синагоги на Волыне, которую сфотографировали до войны, и она как бы осталась в фотографиях, и там на фронтоне, на потолках синагоги, на сводах, написаны всякие проклятия тем, кто приходит пьяный в синагогу. Отсюда я заключаю, что, наверное, такие были. Если бы этого не было, то вряд ли вы написали. Теперь я хочу сказать для Хаббада, это очень важно. Ребе написал в свое время очень важную короткую вещь о потреблении алкоголя. Я могу только сказать, что вот это вот прийти на Фарбрэнген и награться до синих веников, это совершенно не еврейский обычай. Не для этого делается Фарбрэнген, не для этого на нем, кстати, пьется алкоголь. Алкоголь на нем пьется, потому что главное содержание Фарбрэнгена это сказать всем то, что ты хотел сказать и не можешь. Фарбрэнген это в основном, как я помню старых хасидов, это в основном достаточно острый разговор о том, что у нас есть. Мы любим хвалить себя за то, что у нас есть, но у нас есть и за что поругать. И вот Фарбрэнген это было такое место, на котором ругали. Для того, чтобы набраться смелости и ругать, ставят немножко водки. Но совсем немножко. Мой дедушка говорил, чекушка водки это 250 грамм на 10 евреев и потом зовут дворника допивать. то есть в принципе я тебе скажу ответ на этот вопрос такой что говорил Рамбам об алкоголе я не знаю. Я допускаю что он относился очень критически так и все общество окружающее его. Он был все-таки Раиса Аль-Ягуд он был глава еврея в арабском мире и он не мог в арабском мире ничего кроме Кедуша защитить. Кедуша дала это вино разрешенное но я уверяю что он не поощрял употребление водки даже не знал может быть о ее существовании. А в принципе я хочу сказать нам не надо ни наркотиков ни алкоголя. Во-первых потому что они нас не берут а во-вторых потому что Тора круче всего. Тора дает такой трип который никто не даст. Это настоящий трип ты улетаешь и только небо тебе придет. Большое спасибо всем кто пришел. Спасибо большое. В следующий раз мы разберемся со словарными статьями первой части. Надо понять для чего они вообще нужны. Спасибо большое. Спасибо.